Во-первых, она 60, от 60 и до 80 лет, в принципе, может. Да, первые 20 лет электроэнергия не будет, наверное, дешевой, потому что она будет окупать себя. А остальные годы, в принципе, должна быть стабильная стоимость электроэнергии. Представители народного штаба встретились с сотрудниками госпиталя ДВД. Обсудили вопросы предстоящего референдума. Подобные встречи активисты штаба проводят ежедневно, в том числе и в районах. На сегодняшний день в Казахстане у нас получается износ ТЭЦ, тепловых электростанций, составляет практически 70%. Поэтому активно развивается, конечно, и с возобновляемых источников у нас добыча электроэнергии. То есть это ветряные, это солнечные батареи ставят, но на данный момент они занимают на рынке всего 6,5%. Но они могут всего лишь покрыть из необходимого количества электроэнергии. А так как износ большой у тепловых электростанций, необходим какой-то другой источник искать нам. Единственный выход получается у нас АЭС, она не выбрасывает парниковых газов. И поэтому она, конечно же, могла бы нам в этом вопросе помочь. Референдум по строительству атомной электростанции в Казахстане пройдет уже в это воскресенье. В нем могут принять участие все желающие казахстанцы. Александра Рудина, Ширни Асыманов, МТРК.